Уходил от полицейской паганины скорости в 200 км в час. В СМИ появились новые подробности задержания рэпера Эл-Джея. Инспекторы заподозрили его в пьяном вождении. Чтобы остановить спорткар-музыканта, пришлось задействовать несколько экипажей ДПС. Правда ли, что на выручку популярному исполнителю приехал таинственный покровитель и предложил полицейским уладить проблемы за 2 миллиона рублей? Люксовую иномарку, за рулем которой сидел певец Алексей Узенюк, известный любителем рэпа под псевдонимом Эл-Джи, преследовали сразу несколько экипажей ДПС. BMW неслась по ночной Москве со скоростью далеко за 200 км в час. За несколько часов до встречи с инспекторами, судя по городским камерам, Эл-Джи заезжал в студию звукозаписи Стаса Костюшкина, а оттуда направился в закрытый бизнес-бар, где пробыл до полуночи. Возвращаясь оттуда на своем спорткаре, он и привлек внимание полицейских. Диспетчерский пункт сот в километре от МКАД, рядом небольшой пятачок для автомобилей. Именно здесь сотрудникам ДПС после долгой погони удалось остановить и блокировать автомобиль, за рулем которого был Алексей Узенюк. Здесь же певцу продолжили пройти медицинское освидетельствование, но дуть в алкотестер или ехать в больницу он оказался. Злые языки уверяют, что певец якобы или лично, или через кого-то из друзей мог предложить полицейским решить вопрос на месте. По некоторым данным, озвученные суммы доходили до двух миллионов рублей, но стражи дорог остались непреклонны. На водителя иномарки составили административный материал по статье 12.26 КОАП, предполагаемый правонарушитель обязан явкой в суд, минус сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУМВД России по Москве Михаил Мисков. Тем же утром на страничке Узенюка в интернете появилось фото срезанных дредов, видимо, автохулиган с расстройства решил показательно остричь голову. Следом певец выложил фото последствий встречи с правоохранителями. С виноватым видом он стоит на фоне своей иномарки, на крыше которой почему-то красуется мигалка, словно пока певца происходящий даже забавляет. Надо понимать, что это такое ерничество, такая улыбка, бахвальство, ирония над законом, который защищает нас в том числе, минус говорит психолог Андрей Сборовский. Судя по количеству неоплаченных штрафов, которые числятся за Элджеем, он действительно любитель пошутить с законом, рискуя собственной безопасностью, и жизнями окружающих. Певец накопил почти 250 протоколов на общую сумму 342 тысячи рублей. Чаще всего Узенюк попадался на превышение скорости. Вот, например, его машина несется со скоростью 158 километров в час по трассе М-9. А вот 113 километров в час по живописному мосту в Москве. И таких фотографий у полицейских сотни. Они совершенно безнадзорные. У полицейских просто нет системы, чтобы замечать все эти нарушения, минус говорит вице-президент Национального автомобильного союза Янха и ЦР. Жена Элджея, 30-летняя блогер Анастасия Ивлеева, которая, по данным СМИ, также была в автомобиле, который остановили инспекторы, словно потеряла память после бурного вечера. В своем блоге она даже не вспоминает о ночном происшествии. В тот день супруги якобы вместе возвращались из ночного клуба, где, вероятно, могли употреблять алкоголь. На утро после бурной ночи Ивлеева отправилась на пробежку. Зайчики мои, котики, пупсики, всем доброе московское утро, у меня все серьезно с бегом, я снова пошла на пробежку. Несмотря на неприятности у супруга, дама пребывала в приподнятом настроении. Впрочем, это неудивительно, влипать в подобные истории для Ивлеевой уже привычное дело. Год назад ее автомобиль по всей столице разыскивали сотрудники ГИБДД после того, как блогер выложила видео, где она употребляет алкоголь. После порции игристого, Ивлеева уселась за руль. А когда ее подписчики возмутились, принялась оправдываться. Но вышло еще хуже. Господа! Всего один глоточек сделала шампанского. Минус сказала Настя. Удивительно, но даже после такого признания Ивлееву никак не наказали, мол, блогер просто неудачно пошутил и не более того. А вот еще одно, вероятно, тоже шуточное видео, Ивлеева, на загородной трассе разгоняет авто до смертельно опасной скорости. Всего за год Ивлеева такими странными шутками накопила больше двухсот штрафов, у них с Элджейм это теперь словно семейная традиция. Популярная автоледи оплатила протоколы, только когда ее Ламборга не увезли на штрафстоянку за неправильную парковку. Вероятно, совсем скоро Ивлееву придется крутить баранку вдвое больше. Помимо своих дел ей предстоит возить по делам супруга, которому за пьяную езду грозит лишение водительских прав. Это, конечно, если рассказы о попытке дать взятку окажутся сплетнями. В противном случае, как бы Элджей не пересесть в автозак. Между тем, столичный центр организации дорожного движения готовит обращение в прокуратуру ИГУ МВД по поводу рэпера Элджей. В ЦОД заявили, что водитель, несмотря на его звездный статус, должен быть наказан по всей строгости закона. Там считают, что такое поведение недопустимо на дороге, особенно для тех, кто взял на себя ответственность перед большим количеством подписчиков.